Всем привет! Было ли с вами такое, что вы читали какую-нибудь очень полезную книгу, но через некоторое время уже совсем не могли вспомнить, о чем там была речь? Или, например, вы хотели обучиться какому-нибудь новому навыку, начинали это делать и на волне мотивации некоторое время продвигались, а потом забрасывали и заканчивали это без какого-либо внятного результата? Для всех, для кого это актуально, хотел немножко по этому поводу поговорить. Меня зовут Саша Федоров, я соавтор и ведущий курса КТОнлайн, курса по психологии и о мозге человека, который мы создали вместе с Андреем Владимировичем Курпатовым. И тема обучения особенно актуальная сейчас на карантине, потому что у нас появилось больше свободного времени, которое мы хотели бы тратить на что-нибудь полезное. Эта тема сейчас очень актуальна, потому что каждый из нас хочет чему-нибудь научиться выйти из карантина с новыми полезными навыками, с знаниями, которыми мы можем применить, с решенными проблемами, которые нас давно беспокоили. Но, к сожалению, часто бывает так, что мы либо просто потребляем информацию без какого-либо конкретного результата, либо начинаем что-то делать и не заканчиваем это до конца. В общем, поэтому сегодня поговорим о том, как не перепутать просто бессмысленное информационное потребление, хоть и приятное время от времени, всякого полезного, научно-популярного контента. И действительное обучение, которое принесет вам результат и сделает вашу жизнь чуточку лучше не в теории, а на практике. Самое главное, про что нужно сказать, ваше обучение не должно быть абстрактным. Оно должно иметь цель, какую-то действительную проблему, которую вы решаете в реальности. Попробую привести пример. Лично для меня эта проблема долгое время была актуальна, потому что меня очень сильно привлекали всякие научно-популярные книжки. У них были такие обложки завораживающие. Придешь в книжный магазин, понакупишь всего, потом начинаешь читать и через некоторое время бросаешь. Думаешь, ну так, вроде бы интересно. Здесь про вирусы можно узнать. Здесь про то, как организм человека устроен. Здесь про космос, про черные дыры, про экономику и так далее. Но очень часто эти книги мной не дочитывались до конца, либо я через некоторое время уже особо и не помню, про что там было. В чем была моя главная ошибка? Дело в том, что я не имел никакой конкретной цели. Я был движим просто интересом. Я от природы, по всей видимости, человек любопытный. И мне хотелось и про это узнать, и про это узнать. Особенно потому, что это было все довольно интересно. Здесь нужно оговориться. Я предполагаю, что такие люди, которые могут на одном лишь интересе постичь большой сложный объем информации и понять в этом что-то. Я уверен, что они существуют. Это люди, которые уже умеют собирать то, что называется сложными интеллектуальными объектами в своей голове. Они умеют сложно думать. Они добились результатов в какой-то своей основной сфере. И ради интереса могут читать философию, не знаю, там какое-нибудь религиоведение или какую-нибудь физику, там что-нибудь про черные дыры, естественные науки и так далее. А для большинства людей в первую очередь актуально решение их насущных проблем. А для этого нужно приобретение новых навыков, которые без информации, конечно, никуда это невозможно. И умение работать с этой самой информацией, как именно ее потреблять, как ее обрабатывать. Таким образом, потребление информации полезной, научно-популярной и еще какой-нибудь не станет для вас просто инфопотреблением ради развлечения. К сожалению, так часто происходит, когда мы решаем ради удовольствия или из интереса посмотреть какой-нибудь научно-популярный ролик, при этом не имея никакой действительной проблемы, которую мы с помощью него хотели бы решить. И дальше мы смотрим его, радуемся, думаем, что мы немножечко поумнели, а через некоторое время уже даже не можем вспомнить, про что там была речь. В общем, чтобы с нами такого не происходило, мы должны задавать себе три самых важных ключевых вопроса. И первый вопрос, разумеется, что в реальности вы хотите сейчас изменить. То есть, когда вы заходите на новый объем информации, будь то видео, или книга, или статья какая-нибудь научная, или научно-популярная, журналистская статья, вы должны понять, что в реальности, в которой вы живете, вы хотите изменить. Причем, очень желательно было бы не ставить каких-то глобальных целей, хочу, чтобы во всем мире установился коммунизм, или чтобы все люди стали веганами, а хорошо бы понимать, что конкретно вы в своей маленькой, но очень важной реальности хотите поменять. Вы хотите больше заниматься спортом, вы хотите освоить фотошоп, или вы хотели бы понять, почему у вас все время так болит живот после того, как вы пьете кофе. Второй важнейший вопрос, который вы должны себе задавать, звучит так. Какой информации вам не хватает? Это тоже очень важно, потому что, не имея никакого запроса на то, что мы конкретно ищем, ну, хотя бы даже приблизительно, что мы ищем, наше внимание не будет сфокусировано на том, что нам действительно нужно. И дальше наш мозг не усвоит эту информацию и не свяжет ее с уже имеющейся. Именно так работают знания. Мы узнаем что-то новое только благодаря тому, что мы это связываем с тем, что мы уже знаем. В общем, нам очень важно понимать, какой информации нам не хватает, и для этого нам нужно хотя бы немножко приблизительно понимать объем проблемы того аспекта реальности, в котором мы находимся. Что мы вот это знаем, это знаем, это тоже знаем, а вот здесь у нас явно недобор, и нужно лучше с этим разобраться. Третий важный вопрос, который мы должны себе задавать, что мы планируем делать с этой информацией? И это ключевой вопрос. Да, мы не знаем, какую информацию мы найдем в книге, которую мы только что взяли в руки. Да, мы не знаем, что нас там ждет и вообще к чему мы придем в итоге. Но мы должны примерно предполагать, какие действия мы сможем произвести или хотя бы ожидать, что когда вы получите нужную информацию, дальше за этим последуют действия. То есть, когда вы изучаете информацию, вы должны постоянно задаваться вопросом, что я планирую с этим сделать, потому что действие — это то, что в итоге и приведет к формированию новых навыков и к положительным изменениям в вашей же собственной жизни. Но тема инфопотребления и настоящего обучения, и как их друг от друга отличать, она достаточно обширна. Здесь я затронул совсем небольшой фрагмент, поэтому, если вам это интересно, приходите на лайв, который будет 22 апреля в 8 вечера по Москве. Мы с вами про это подробно поговорим, и также там можно будет получить методичку с подробной информацией на эту тему. Всем большое спасибо и до встречи! Желаю вам успехов! Смотрите на вещи сложно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok